На этой площадке размером с футбольное поле уже в будущем году начнется масштабная стройка – 8 тысяч квадратных метров. Такой большой центр самбо должен стать местом притяжения для тысяч юных спортсменов. Обсудив с губернатором края планы по развитию самбо в регионе, приехал президент Всероссийской Федерации этого вида спорта. Глава Кубани акцентировал внимание на том, что опыт создания центров единоборств у края уже есть. И это не единичные примеры, а элемент полноценной системы. Самбо в школах – это не просто какая-то акция. Должна заработать система. Поэтому, безусловно, у нас в этом году в 10 муниципальных образованиях будут построены муниципальные районные центры единоборств. И планируем до 2025 года во всех муниципальных образованиях построить такие центры единоборств. А это уже будет краевой центр единоборств для тех, кто чего-то добился. Где будут проходить большие соревнования. И при вашей поддержке, надеемся, что может быть и чемпионат Европы в 2024 году тоже здесь пройдет. Поэтому это будет такая визитная карточка самбо нашего края. Мы Краснодарский край рассматриваем как основной пилотный проект. Это и самбо в школу, да. И мы сегодня планируем построить такой дворец и провести здесь чемпионат Европы. Буквально через неделю у нас будет чемпионат Европы, сейчас состоится на Кипре. Там будет у нас конгресс, на котором будем рассматривать вопрос по тому, чтобы провести чемпионат Европы 2024 года. Проведение чемпионата Европы по самбо в Краснодаре выведет этот спорт на более высокий уровень. Это будет большим стимулом для школьников заниматься национальным единоборством и стремиться к успехам на международной арене. И без того сильный в этом направлении край может стать настоящей кузницей чемпионов. Поэтому власти региона возлагают большие надежды на поддержку со стороны Всероссийской Федерации самбо. В качестве тренировки Сергей Елисеев предложил именно Краснодарскому краю принять финал федеральных состязаний среди школьников. Правда, пока нет центра единоборств. В качестве площадки предлагается баскет-холл. Красиво, я скажу, если мы в этом году проведем здесь школьную лигу. Мы со следующего года учреждаем Всероссийскую школьную лигу самбо. А вы уже выступите как главным инициатором учреждения этой лиги. И как раз проведем здесь соревнования. Если нам удастся первое соревнование Российской лиги школьного самбо провести в Краснодаре, то для нас это и почетно, и на самом деле принципиально важно. Для наших мальчишек, которые занимаются сегодня самбо. Краснодар, я думаю, что 100% сегодня мы делаем все возможное, чтобы лидировать в стране по развитию самбо. И в школах, и вообще в целом в краях. Сошли душу года. Мы хотим учредить Всероссийскую лигу самбо, где главным инициатором будет как раз Краснодарский край. Почему Краснодарский край? Потому что сегодня круче Краснодарского края у нас в стране по нашему проекту самбо в школу нет. В крае уже успешно работает проект самбо в школу. Сейчас этим видом спорта занимаются 115 тысяч юных кубанцев в 703 школах. В сентябре стартуют соревнования. Новый спорткомплекс разрабатывался с учетом пожеланий спортсменов. В нем предполагается создать демонстрационную арену на 4 ковра, раздевалки, помещения для судей, зоны питания, конференц-зал, медицинский кабинет и кабинет для допинг-контроля. Соревнования смогут смотреть 3000 зрителей.